Один из тверских памятников претендует на звание самого необычного в России. Речь идет о мемориальной стеле, установленной к юбилею Тверского вагоностроительного завода в Заворском районе Твери. В народе монумент известен как памятник реактивному поезду. Конкурс проводит популярный сервис путешествий, а проголосовать за Тверского номинанта можно в социальных сетях. Этот объект, установленный на площади Конституции в Твери, знаком, пожалуй, каждому, кто хоть раз бывал в этом районе города. Футуристичный, концептуальный локомотив словно из будущего смотрит в наше время. 50 лет назад он был необычен как опытный образец поезда. Теперь же претендует на звание самого необычного памятника. Он опередил свое время. Так, с легкой грустью в голосе, о главном герое мемориальной стелы говорит начальник управления по внешним связям и корпоративным коммуникациям Тверского вагоностроительного завода Наталья Магеря. Известный в народе как реактивный поезд, на самом деле это турбореактивный вагон-лаборатория. Он был создан в 1970 году и явился откликом на тот момент Калининского вагонозавода на задачу, поставленную государством, рассказывает Наталья Магеря. На тот момент очень активно шли разработки высокоскоростного движения. И это была тенденция, которая характерна была для всего мира. И тогда был реализован, как сейчас модно говорить, проект по созданию самоходного вагона-лаборатории, который бы двигался на реактивной тяге. В конструкции вагона использовались двигатели от самолета Як-40. Они выработали свой ресурс в авиации, но могли использоваться в народном хозяйстве в дальнейшем. Основой опытного образца стал кузов вагона Р-22 Рижского вагоностроительного завода. Новинка была рассчитана на скорость движения в 350 км в час. Во время испытаний он сначала развил здесь, вот в Подмосковье, скорость 187 км. Потом на Приднепровской железной дороге развил скорость 249 км в час. И потенциал его наращивания скорости он был. Вагоностроители сделали со своей стороны все, что от них требовалось. Подвела инфраструктура. На тот момент железнодорожные пути были банально не готовы к таким скоростям. Причем не только в Советском Союзе, но и во многих других странах мира. Серийное производство запущено так и не было. Однако данные, полученные в ходе исследований первых опытных образцов, легли в основу развития современного высокоскоростного железнодорожного транспорта. Словом, современные сапсаны и ласточки многим обязаны именно вот этому 50-летнему предку. К 110-летию завода в 2008 году было принято решение вагон-лабораторию, который на тот момент стоял на заводе, использовать в качестве памятника. Теперь же этот памятник претендует на звание самого необычного в стране. Конкурс организовал популярный сервис путешествий. В соперниках у Тверского реактивного вагона памятник сырку в Москве, первому стоматологу в Иваново, мыши купчихи в Мышкино и другие необычные скульптуры. Проголосовать за претендента из столицы Верхневолжья можно в социальных сетях. Голосование продлится до 16 ноября и пока реактивный локомотив в лидерах.